10 секунд 15 начинает нагреваться 20 30 секунд где-то нагрева как мы видим результат прекрасный прекрасно все гнется следующим номером нашей программы мы сделаем с вами гладилочку напильник согнулся 30-40 секунд теперь его надо обработать окультурить отполировать будет у меня инструмент вот он напильничек согнутый теперь буду делать гладилочку есть они то сломанные то не такой формы то не такой загиб закрепляем успех сейчас вот эту вот этот напильник будем гнуть гнем 2 напильничек для этого нашел трубу огонь повесил часы специально чтобы видеть примерно научиться понимать процесс 15 секунд греется пока этот напильничек побольше потолще 30 секунд начинает потихоньку разоветь чем больше железка тем больше уже видно 45 секунд уже прогрелась будем греть минутку и хорош легко и просто при помощи такого прибора грел официально засекал минуту теперь осталось сделать гладилочку вот он итог 2 минутки 2 напильника согнутый для примера вот грел газовым резаком мне он не понравился сам напильник тяжелый было пяточка получалось люди сейчас я сделал набор ударная часть будет тяжелая ручка будет легкой думаю что так будет получше опять же это все обкатается нашел ход продолжить изготовление гладилочек вот так я их погнул и одну и вторую как мне показалось удачная форма откатка покажет при наличии прибора загнуть подогнуть вообще проблема не стоит одна минута загнется туда куда надо сейчас будем обрисовывать буду делать я буду делать вы будете смотреть то из этого получается или носик он на минуту на глаз разметочку сделал сейчас будем пилиться теперь меняем отрезной круг на зачистной первый этап в эти кромки сделал чуть под ручку а вот у меня есть заготовочка термоусадка сколько понадобится слоев сюда дам теперь непосредственно саму шлепалку надо зачищать полировать края и делать нужно буду обрабатывать поверхность я я буду обрабатывать вы будете здесь у нас зачистной кружочек на болгаре следующий у нас вот еще насечка немножко видно на грубую я снес одеваю вот такой круг лепестковый по моему то ли сороковка то ли 60 и вот теперь для такого состояния сношу все вот эти носички до кровь вот написано по 40 вот что получается заусинцы я все позбивал я имею ввиду вот эти носички под закруглил края теперь поменяю абразив уже на более мелкий сначала сносил вдоль потом сносил поперек так на мой взгляд более эффективно получается и теперь нам надо сделать плоско чтобы он был чуть-чуть с краю вот с этих по кромкам чуть-чуть закругленный чтобы не набивал рисочки или ребрышки какие-то ненужные чтобы он мягко лифтовал вернее не мягко а чисто опять же чтобы была плоскость чтобы он не был весь кривой для этого я вот так беру наношу риску и смотри насколько у меня ровного поверхность примерно ровная риска это хорошо сейчас еще раз заострю на этом внимание поскольку иногда как-то аккуратно не выбирай конечно по хорошему я могу все это было сделать на станке потом просто заполировать поскольку я все делаю в своем гараже и на коленке такими вот инструментами тем не менее можно добиться результата хорошего тоже при использовании таких инструментов все это конечно пока что приблизительно беру вот такой напильник он конечно страшненький но самое главное что он ровный и вот так плавно не торопясь как на поверочной плите это все условно беру набираю плоскость сейчас покажу что получилось мы прекрасно видим поверхность вот они ямы вот он тоже ямка пропуск это все прекрасно видно перекрестном шлифованием можно все это сбивать выводить в итоге мы видим что край вот она нас заваленной здесь риска не достает здесь тоже самое вот эта кромочка носик при помощи такой простой на первый взгляд вещи можно контролировать и сделать довольно таки ровную плоскость то собственно и требует очередной этап насадочку ставлю поменьше и в отличие от этой ну как мы видим она ровно это немножко выпуклая грибовидной формы теперь я беру поменьше что у меня есть та же самая шкурка ставим и самыми малыми оборотами плавно плавно со шлифовываю убивается риска я выглаживаю неровности поверхности которые не надо удалить шишечки срезаются ямки плавно выглаживаю и чем больше этим занимаешься тем лучше следующий этап крупную риску убрал беру вот такую шкурку обраной толстую восьмидесятку опять же напильничек и начинаю набивать плоскость опять по новому опять же не забываем что чуть подворачиваю закругляем этот край этот край и вот это то же самое потому что выступы что будет выступать будут кромки они нам будут делать только вред и вот так вот не спеша все лишнее спесываем ненужные края под заглаживаем это дело не быстрая тем не менее я считаю что либо это надо делать на станке либо вот таким образом но у меня такой возможности нет поэтому еще раз повторюсь все что я делаю я делаю в основном на коленке тем не менее стараюсь чтобы качество было приемлемо смотрим с вами что получилось получилось вот что под закруглил здесь вот эту кромку вот эту кромку и здесь тоже нужен плавный сход чтобы вот этой пяточкой ничего не накосячить при рихтовке какие-то небольшие еще неровности есть но в общем и целом плоскость получилась нормальная хорошая что и требовалось доказать сейчас я еще немножечко тут поширкаюсь потому что мне вот это вот место не нравится немножко здесь чуть здесь еще немножко доведу и потом будем понижать риску для обычной классической рихтовки под покраску под шпаклевку этого вполне достаточно но для без покраски я думаю еще надо доработать следующий этап берем вот такую машинку или аналогичную акцентриковая шлифмашинка вот такой мягкий под или липучка кто как называет берем ту же самую шкурку это восьмидесятка в данном случае и ей работаем в чем прелесть вот этой мягкой подложки как мы видим что она гнется и когда мы понижаем риску то есть плоскость у нас есть нам надо просто понизить когда вот эта мягкая поверхность от края подходит все то что нам нужно загладить залезать как хотите говорить и все вот эти выступающие края они отшлифовываются подзбиваются подзаглаживаются поэтому сейчас беру в перебиваю риску потом идем на понижение риски не скажу что это быстро получается но тем не менее эффект есть наглядно видно поверхность то что было я извиняюсь за качество съемки снимаю я на обычный телефон как бы разница видно уже вот это эксцентрика машинка еще раз повторюсь подзаглаживает края инструмента чтобы мы кромками чего-нибудь не наделали ненужного хорошо растушевывают это все и снимаю мы видим глубокие такие борозды все это будем сейчас убирать и в итоге полировка очередной этап берем плоскость напильник надеваем шкурку в данном случае уже это мирка 150 к и наносим риску и смотрим как ведет себя наша поверхность видно откуда начинается рисочка самое главное видно то что нигде никаких пробелов нету это говорит о том что мы на верном путь дальше чтобы не удлинять видео скажу следующее есть правило 100 маляров берем мы допустим начинаем с сотки 100 зерни 100 200 300 400 500 600 в данном случае можно до 6 сотки дай вполне достаточно будет для без покраски это уже приемлемо кто-то любит до зеркального блеска делать тоже думаю что что-нибудь будет по принципу вот такого чтоб она хорошо блестила то есть скорее всего там до 8 соточки и потом есть у меня хвоста и войлок чуть полирну и хорош самое главное чтобы у нас было нужная нам поверхность на этом я ставлю на паузу потом уже на выходе покажу все процесс тот же самый ничего нового просто меняется абразивность шкурки в меньшую сторону вот такой результат у нас получается после 320 дабы не портить хорошие шкурки вот она из пятисоточка у меня я сейчас ей чуть еще шерпнусь и потом можно будет чуть полирнуться до без покраски это уже риска настолько мелкая будет никаких проблем я думаю не будет поблистить тоже не помешает блеск более сдержанный риска мельче гораздо теперь есть у меня волшебная паста я и пользуюсь пользуюсь она все не кончается это еще в сссеров ские времена была сделана и куплена есть войлочный кружок посмотрим что можно сделать дальше кружок практически сухой был как мы видим разница уже есть что-то в нем даже пытается отражаться но риска еще видно нанесу чуть пастой пришлось заголиться чтобы не выпачкиваться уже и издеваться неохота паста довольно эффективно работает поэтому она и осталась практически целая я уже вижу свое отражение рисочкой конечно еще есть можно тут конечно сражаться до бесконечности сделать из нее зеркало но я в этом не вижу смысла вот такая поверхность для беспокрасочной рихтовки пригодная а все остальное это уже только для красоты не рискали это просто-напросто паста партируемой тряпочкой такой интересный рисунок получился ну это всего лишь тряпочка вот такая а если взять микрофибру и потереть то картина прям совсем меняется так что микрофибра убирает весь грязь мусор и внешний вид становится совсем другим считаю что лучше и не надо уже это откатано можно конечно все запилить до зеркала на эксплуатационные качества я имею ввиду на рихтовки это ни в какую сторону не отразится это вполне сгодится осталось одеть термоусадочку вот прототип шлепалки готов почему прототип потому что любой инструмент как ты его хорошо умно не задумывай требует обкат поэтому я и называю что это пока прототип тогда этот инструмент пройдет ходовые испытания будет удобным в работе эффективным его можно оставить в этом виде если нет то ходовые испытания пока же нужно поменять на очереди второй напильник вот так я немножко сделал с двумя загибами этот вот так и этот чуть плавнее задача так стоит сейчас вот это лишнее отпиливаем здесь закруглю опять же есть формы разные есть и вот такие более узкие уходят но пока что делаю так потому что из вот этого выпилить вытащить что-то потоньше всегда проще будем мочить вот этот напильник делать из него шлепалку кратенько буду освещать отрезал носик закруглил сейчас мы будем снимать вот эту насечку ровнять плоскость если это нужно и потом будем полировать в итоге покажу что на выходе смысла нет повторяться по десять раз одно и то же это конечно маленькие там нюансы я с большим увеличением снимаю есть но в общем и целом рихтовки пойдет если не приглядываться все блестит и все зеркально теперь надо сделать ручку опять уберем для этих целей вот такую термоусадочку первый слой готов ну и на всякий случай еще слоечек вот вот сколько микроша рулит надо ходовые испытания провести вот этой всей красоте